Сегодня стала известна точная дата и время прощания с Алексеем Клешков. В четверг с 11 до часу дня в БКЗ. Его гибели сегодня самая обсуждаемая тема. Эта новость настолько шокировала красноярцев, что люди стали выдвигать самые разные, порой даже невероятные версии. Кто-то уверен, что это было убийство. Алена Крашенинникова этой темой занималась. Даша, да, многие до сих пор не могут понять и принять, что случилось. Давайте вспомним, как все произошло. Но тело Алексея Клешкова шли рано утром у дома, где он жил на улице Декабристов. Официальная причина смерти звучит так – падение с высоты. Основная версия – самоубийство. Как рассказывает следователь, Алексей был дома, он оделся, вышел из квартиры, закрыл дверь на ключ, положил его в карман, поднялся на 12 этаж, вышел на общедомовый балкон и упал. И это все шокировало его коллег-депутатов, и коллег-журналистов, и просто красноярцев. Многие не верят, что он мог сделать это сам. В сети стали появляться разные версии, кто-то отрицает, другие приводят выводы, что он был набожным человеком и ходил в церковь, поэтому не мог совершить самоубийство. Давайте послушаем. Не верю в падение из окна. Его убили. Да не мог он сам взять и выпасть. Не того масштаба человек. Он был верующий человек, поэтому я не верю. Человек, который занят делом, востребован, имеет статус и положение. Кому-то сильно дорогу перешел. Ясное дело, что темное дело. Убили. Кто-то даже предполагал, что все-таки это убийство запутало все и следствие. Сразу же после случившегося возбудили уголовное дело по 110 статье «Доведение до самоубийства». Но, как говорят в ведомстве, это всего лишь формальность. Так нужно. Уголовное дело позволяет провести больше оперативных мероприятий, чем, например, простая проверка. И основная версия, еще раз напоминаю, это самоубийство. Данное уголовное дело возбуждено с целью более тщательного и объективного установления всех обстоятельств произошедшего. В ходе работы следственной оперативной группы по месту жительства погибшего, а также по месту его работы, было обнаружено несколько предсмертных записок, содержимое, которое в настоящее время изучается. По нашей информации, во всех записках Алексей Клишко писал практически одно и то же. Просил никого не винить и просил не проводить пышных похорон. И объяснял тем поступок свой, что не смог пережить смерть родителей. Все знают, что он часто скучал по маме и крайне болезненно переживал ее уход. По информации наших источников, уже провели психологическо-почерковую экспертизу. Эксперты сравнили почерк из его обычных документов и предсмертных записок и сделали вывод. Алексей писал записки, будучи в глубокой депрессии. На этом у меня все. Даша. Продолжение следует...